Добро пожаловать на канал Neolife! Всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о крипто новостях. Так инвестор-миллиардер Карл Икон считает, что биткоин может быть лучшим средством защиты от инфляции. Следующий рыночный кризис, по его мнению, может быть на горизонте и биткоин может стать лучшим средством защиты от инфляции, поскольку правительство Соединенных Штатов продолжает стимулировать экономику, печатая деньги. Икон заявил, что он опасается, что доллар все больше обесценивается и что цены на товары очень сильно растут. Я действительно думаю, что будет кризис в том, как мы идем, как мы печатаем деньги и как мы входим в инфляцию. Миллиардер по-прежнему считает, что может быть альтернатива инвестированию в фондовый рынок. И это криптовалюты. Также другая новость. Ганна хочет сделать свою CBDC, это валюту Центрального Банка, доступной для использования в автономном режиме, т.е. в оффлайне. Глава отдела финансовых технологий инноваций Банка Ганна сказал, что цифровая валюта страны будет работать в автономном режиме за счет использования смарт-карт. Смарт-карты – это физические карты со встроенным чипом, похожие на современные банковские карты. Он подчеркнул, что люди, которые не имеют доступа к банковским счетам, препятствуют доступность подключения электроэнергии. И он предположил, что CBDC, который можно будет использовать в автономном режиме, может быть возможным решением этой проблемы. Мы надеемся, что сможем сделать это одними из первых, кто это сделал. Пока что Китай может пробовать аналогичное решение на основе смарт-карты для своего цифрового юаня, в котором пользователи смогут переводить свою цифровую валюту с банковских счетов напрямую на автономную карту. И как мы еще с вами знаем, что именно XRP также нацелен на расчеты в оффлайн режиме. Также еще новость. Coinbase предложила создать регулятор для рынка криптовалют в США. Так, генеральный директор криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг заявил, что существующая система регулирования в финансовых рынках не подходит для индустрии цифровых активов и может нанести вред ее развитию. Первая в мире публичная криптобиржа Coinbase предложила властям США создать регулятор на федеральном уровне, который будет иметь полномочия в сфере цифровых активов. Также глава Coinbase предложил создать саморегулируемую организацию, которая будет работать в связке с регулятором над созданием правил для рынка. И новые правила регулирования крипторынка должны обеспечить защиту и расширение возможностей владельцам цифровых активов, и повышать прозрачность индустрии, а также предотвращать мошенничество и рыночные манипуляции. Также еще новость. Биржа Alansari из Объединенных Арабских Эмиратов позволяет осуществлять трансграничные денежные переводы в Малайзию в облаке RippleNet с MoneyTouch. Через RippleNet Cloud биржа будет осуществлять денежные переводы в тот же день с помощью MoneyTouch, и внедрение этой технологии в облаке в рамках нашего партнерства с Ripple и MoneyTouch соответствует нашему стремлению предоставлять нашим клиентам более гибкие, быстрые, безопасные, инновационные решения для денежных переводов. И вместе мы устанавливаем новые стандарты в отрасли с конечной целью – это переосмыслить качество обслуживания клиентов, а также вывести наши услуги на новый уровень на международном уровне. Также я хочу пройтись по зарубежному твиттеру. Так, компания Trangla всего за 6 месяцев успешно объединила часто фрагмонтированный платежный ландшафт в Азиатско-Техьянском регионе с помощью RippleNet и ODL. Следуйте за нами и станьте частью глобальной сети. Также генеральный директор и основатель и председатель сайта директоров Huntersfield Textile Group говорит «Вот это да, эфириум сумасшедший. Я только что посмотрел на отправку 6500 фунтов стерлингов по сети ERC-20 и система сказала, что стоимость будет 9823 фунтов стерлингов. Вывод такой, я перешел на XRP и перевел. Перевод мне стоил всего лишь одну тысячную XRP». И он задает вопрос «Почему кто-то снова использует эфириум с такими бешеными комиссиями?» Также Брэд Гарлинхаус, директор компании Ripple говорит, что «Я надеюсь, когда мы подойдем к концу, это может быть очень позитивным для экосистемы XRP и XRP станет единственным криптоактивом с уверенностью и регуляторной ясностью». Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам понравились данные новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok